12 стульев. Часть первая. Старгородский лев. Глава первая. Безенчук и нимфы. В уездном городе Н. было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталям и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит. И вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу мескома коммунальников, что это просто мешало ей собирать членские взносы. Вопросы любви и смерти не волновали и Полита Матвеевича Воробьянинова. Хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно с полчасовым перерывом для завтрака. По утрам, выпив из причудливого морозного с жилкой стакана свою порцию горячего молока, подданного Клавде Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за голонистыми зеленоватыми стеклами серебрились гроба похоронного бюро «Нимфа». Справа гробов за маленькими с обвалившимися замазкой окнами угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные гроба гробовых делом мастера Безинчука. Далее цирюльный мастер Пьер и Константин обещал своим потребителям холю ногтей на дому. Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную, как табличка у подножия, пальмы в ботаническом саду к одиноко торчащим воротам вывеску «Погребальная контора, милости просим!». Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небольшая. «Милости просим!» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе Н. А мастер Безинчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. Люди в городе Н. умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в ЗАГСе, где ведал столом регистрации смертей и браков. Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города Н. и о генеалогических, или, как шутливо говаривал Ипполит Матвеевич, гинекологических древах, произросших из скудной уездной почвы. В пятницу, 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена, это было незадолго до ее смерти, нашла, что в очках он вылитый милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием. Бонжур! пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. Бонжур! Бонжур указывала на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в домбром расположении духа. Сказанное при пробуждении, Гутморген обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года не шутка, и что погода нынче сырая. Ипполит Матвеевич сунул сухачавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щеколотки тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами и низкими подборами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый пиджачок. Смахнув с седых волосок к волоску усов, оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами. В нерешительности попробовал шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам пять раз левой и восемь раз правой рукой, а толпа к затылку, и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входящей в комнату идущей тещи Клавдии Ивановне. Ипполит прогремела на сегодня, и я видела дурной сон. Ипполит. Слово «сон» было произнесено с французским прононсом. Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до 185 сантиметров. С такой высоты ему легко и удобно было относиться к тещи Клавдии Ивановне с некоторым пренебрежением. Клавдия Ивановна продолжала. «Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке». От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром дробью и пыльными стеклянными цацками. «Я очень встревожена. Боюсь, не случилось ничего». Последние слова были произнесены с такой силой, что коре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал. «Ничего не будет, мамам! За воду вы уже вносили?» Оказывается, что не в насилие. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил свою тещу. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности. И только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что им позавидовал бы Ричард «Львиное сердце». И, кроме того, что было самым ужасным, Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках, и без них лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорщительный звон. Устая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему, под носом у нее росли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья. Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дома. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем. — Почет дорогому гостю! — прокричал он с кроговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. — С добрым утром! Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу. — Как здоровье вашей тещеньки? Разрешите такое нахальство узнать? Неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал далее. — Ну, дай ей бог здоровьячка! — с горечью сказал Безенчук. — Одних убытков сколько несем? — Туды ее в качель! И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери. У враг похоронного бюро нимфа Ипполита Матвеевича снова попридержали. Владельцев нимфы было трое. Они в раз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи. — Здорово, здорово! — ответил Ипполит Матвеевич. — Что и сделается? Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было обозрение во сне. Три нимфа переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути. И он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело и уходи!» показывали пять минут десятого. Мацист опаздывал. Ипполита Матвеевича за большой рост, а особо за усы, прозвали в учреждении «Мацистом», хотя у настоящего мациста никаких усов не было. Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление, параллельно линии стола и сел за подушечку. На, несколько возвышаясь над всеми тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя. Он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком. За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей – «Мужчина и девица». Мужчина в суконном на вате-пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело и уходи». Хотя дело своего мужчины в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скорошеватель номер два и дернув щеткой, углубился в бумаге. Девица в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмою, пошепталась мужчиною и, потея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу. «Товарищ», — сказала она, — «где тут?» Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул. «Сочетаться!» Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета, «Рождение!» «Смерть!» «Сочетаться!» — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам. Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу, записав почерком имена старушащим новобрачних и в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, отискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и выдавая квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись, за совершение таинства и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь. В свое время он нащипывал корсет, нашивал. Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эпалеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двояко вогнутые стекла пенсне кучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки. Молодые люди, заявил Ипполит Матвеевич. Позвольте вас поздравить, как говорилось раньше, с законным браком. Очень-очень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень-очень приятно. Произнес эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из крошевателя номер два. За соседним столом служащие хрюкали чернильницы. Мацист опять проповедь читал. Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации, смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим делам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе плуг и молот. Никто этому не удивился. Потом раздалось металлическое кряканье и клёкот мотора. С улицы имени товарища Губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клёкот усилился, и из-за дыма вскоре появились контуры автомобиля с госномером один, с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ледовитом дыму. А служащие долго ещё стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам противоположной стороны площади осторожно прошёл мастер Безинчук. Безинчук целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто. Наступил узаконенный получасовой перерыв для завтрака. Раздалось полнозвучное чавканье. Старушку, пришедшую регистрировать внучонка, отогнали на середину площади. Переписчик Стапежников начал досконально уже всем известный цикл охотничьих рассказов. Весь смысл этих рассказов сводился к тому, что на охоте приятно и даже необходимо пить водку. Ничего больше от него нельзя было добиться. Ну вот, иронически сказал Ипполит Матвеевич, вы только что изволили сказать, что раздавили эти самые две полбутылки. Ну а дальше что? Дальше. А дальше я и говорю, что по зайцу нужно бить крупной дробью. Ну вот. Проспорил мне на этом Григорий Васильевич диковинку-то. Ну и вот, раздавили мы диковинку и еще соточкой смочили. Так было дело. Ипполит Матвеевич раздраженно пыхнул папироской. Ну а зайцы как? Стреляли вы по ним крупной дробью-то? Вы подождите, не перебивайте. Тут подъезжает на телеге Дачников, а у него, бродяги, под соломой целый гусь запрятан. Четвертуха вина. Сапежников радостно захохотал, обнажив светлые десны. Вчетвером целого гуся одолели и легли спать. Тем более на охоту чуть свет выходить надо. Утром встаем, темно еще, холодно. Одним словом, драже прохладительное. Ну, а у меня полшишки нашлось. Выпили, чувствуем, не хватает. Драманш, баба двадцатку донесла. Была там в деревне, колдовница такая, вином торгует. Когда же вы охотились-то? Позвольте полюбопытствовать. А тогда же и охотились. Что с Григорием Васильевичем делалось? Я, вы знаете, никогда не блюю. И даже еще мерзавчика раздавил для легкости. А Донников, бродяга, опять на телеге укатил. Не расходитесь, говорит, ребята. Я сейчас еще кое-чего довезу. Ну и довез, конечно. И все. Сороковками других в молоте не было. Даже собак напоили. А охота? А охота? Закричали все. С пьяными собаками какая же охота? Обижаясь, сказал сопежников. Маличишка, прошептал Ипполит Матвеевич. И, негодуя, направился к своему столу. Этим узаконенный получасовой перерыв для завтрака завершился. Служебный день подходил к концу. На соседней, желтенькой с белым колокольне, что есть мочи, забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки. Помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью. В канцелярию вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке, тулупе с косматым воротником. Под мышкой милиционер осторожно держал маленькую разносную книгу в засаленном полотеном переплете. Застенчиво ступая своими слоновьями сапогами, милиционер подошел к Иппалиту Матвеевичу и налег грудью на перила. — Здорово, товарищ! — Густо, — сказал милиционер, доставая из разностной книги большой документ. Товарищ начальник до вас прислал доложить на ваше распоряжение, чтобы зарегистрировать. Ипполит Матвеевич принял бумагу, расписался в получении и принялся ее просматривать. Бумага была такого содержания. — Служебная записка в ЗАГС, товарищ Воробьянинов, будь добр, у меня как раз сын народился в 3 часа 15 минут утра. Так ты его зарегистрируй вне очереди, без лишней волокиты. Имя сына Иван, а фамилия моя с коммунистическим пока замначальника у милиции Перервин. Ипполит Матвеевич заспешил и без излишней волокиты, а также вне очереди, тем более, что ее никогда и не было, зарегистрировал дитя у милиции. От милиционера пахло табаком, как от Петра Великого, и деликатный Ипполит Матвеевич свободно вздохнул лишь тогда, когда милиционер ушел. Пора было уходить и Ипполиту Матвеевичу. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все, кто хотел обвенчаться, были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь к явному разорению гробовщиков ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь. Как дверь канцелярии распахнулась, и на пороге ее появился гробовых дел мастер Безвенчук. «Почет дорогому гостю!» – улыбнулся Ипполит Матвеевич. «Что скажешь?» Хотя дикая рожа мастера Безвенчука и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог. «Ну, – сказал Ипполит Матвеевич более строго, – нимфа, туда ее в качель. Разве товар дает?» – смутно молвил гробовой мастер. «Разве она может покупателя удовлетворить?» «Гроб он одного лесу сколько требует?» «Чего?» – спросил Ипполит Матвеевич. «Да вот нимфа, их три семейства с одной торговляшки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и киси жидкая, туда ее в качель. А я фирма старая, основан в 1907 году, у меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя. «Ты что же это, с ума сошел?» – кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. «Обалдеешь ты среди своих гробов!» Безинчук предупредительно распахнул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа, как бы от нетерпения. «Еще когда, милости просим, были, тогда верно. Против ихнего глазету ни одна фирма даже в самой Твери выстоять не могла. Туды ее в качель. А теперь прямо скажу. Лучше мого товару нет. И не ищите даже!» Ипполит Матвеевич с гневом обвернулся, посмотрел секунду на Безинчука, довольно сердито и зашагал несколько побыстрее. «Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло. Но почувствовал он себя довольно гадостно. Трое владельцев нимфы стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, с тех пор они не сказали друг другу ни слова. Но разительная перемена в их лицах, таинственная удовлетворенность, томно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное. При виде своих коммерческих врагов Безинчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову. «Уступлю за 32 рубрика». Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг. «Можно в кредит», — добавил Безинчук. Трое же владельцев нимфы ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь. Рассерженный в конец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного бежал на крыльцо, раздраженно соскреб ступеньку грязь сапог и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сене. Навстречу ему из комнаты вышел священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор. Пышущий жаром, подобрав правой рукой рясу и не замечая Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу. Тот Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаза беспорядок, в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаху. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, жена агронома мадам Кузнецова. Она зашипела и замахала руками. Ей хуже. Она только что исповедовалась. Не стучите сапогами. Я не стучу, покорно ответил Ипполит Матвеевич. Что же случилось? Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты. Сильнейший сердечный припадок. И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значимостью добавила. Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю, дверь открыта, в кухне никого. В этой комнате тоже, но я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давяще собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее. Мадам Кузнецова долго бы еще рассказывала про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну, лежащую у печки, в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился, слегка онемевшей рукой, и прошел в комнату тещи. Конщина мадам Петуховой. Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепсе интенсивно-абрикосового цвета, который был в такой моде в 1911 году, когда дамы носили платье шантеклер и только начинали танцевать аргентинский танец танго. Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок. «Клавдия Ивановна!» – позвал Воробьянинов. Теща быстро зашевелила губами, но вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков он услышал стон. Тихий, тонкий и такой жалостливый, что сердце его дрогнуло, и блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза, и словно ртуть скользнула по лицу. «Клавдия Ивановна!» – повторил Воробьянинов. «Что с вами?» Но снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок. В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться. Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. «Вы, голубчик, вот что, сходите в аптеку, натиквитанцу и узнайте, почем пузыри для льда». Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в этих делах. До аптеки бежать было далеко. Погимназически зажав кулак рецепт, Ипполит Матвеевич, торопясь, вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедучная фигура гробовых дел мастера-безенничка, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках трое хозяев нимф и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал. Путаются, туда их в качель под ногами. Посреди Старопанской площади у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли» велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что все там будем и что Бог дал, Бог и взял. Парикмахер Пьер и Константин, охотно отзывавшийся, впрочем, на имя Андрей Иванович, и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, подчеркнутые им из московского журнала «Огонек», лежавшего обычно на столике его предприятия для усложнения бреющихся граждан. «Современная наука, говорил Андрей Иванович, дошла до невозможного. Возьмите, скажем, у клиента прыщик, на подбородке выскочил. Раньше разложение крови доходило, а теперь в Москве, говорят, не знаю, правда это или неправда, но на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается. Граждане протяжно вздохнули. Этот и Андрей малость захватил. Где же это видано, чтобы на каждого человека отдельная кисточка? Вы думаете же человек, бывший пролетарий умственного трубда, а ныне палаточник Прусис, даже разнервничался? Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписки, больше двух миллионов жителей. Так значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Ха-ха-ха, довольно оригинально. Разговор принимал горячие формы. И черт знает до чего дошел бы, если бы в конце осыпной улицы не показался бегущий и на ходью, и Полит Матвеевич. Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит, плохи. Помрет старуха. Недаром Безинчук по городу сам не свой бегает. А доктор что говорит? Что доктор? Страхка сиразве доктора и здорового залечит. Пьер и Константин, давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил опасливо, оглянувшись по сторонам. Теперь вся сила в гемоглобине. Сказав это, Пьер и Константин умолк. Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина. Когда луна поднялась и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной ее спинке можно было ясно разобрать крупно написанное мелом краткое ругательство. Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после его открытия. И как представители полиции, а впоследствии милиции, не старались. Хулительная надпись аккуратно появлялась каждый день. В деревянных, с наружными ставнями домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер. Между тем, Клавдия Ивановна умирала. Она-то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы. Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате и в голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли, он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников, чтобы рассеяться немного. Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых делом мастер Безунчук. «Так как же прикажете, господин Воробьянинов?» спросил мастер, прижимая к груди картуз. «Что ж, пожалуй, угрюмо ответил Ипполит Матвеевич. А нимфа, туда ее в качель, разве товар дает?» заволновался Безунчук. «Да пошел ты к черту, надоел! Я ничего! Я насчет кистей и глазета! Как сделать туды их в качель? Первый сорт прима! Или как?» «Без всяких кистей и глазетов! Простой деревянный гроб! Сосновый!» «Понял?» Безунчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился в освоясье. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что гробовой мастер смертельно пьян. На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства, привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившие у него большие удобства, широкие привычки. Жениться, подумал Ипполит Матвеевич, на ком? На племяннице начальника у милиции? На Варваре Степановне? Сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там? Затаскают по судам? Да и накладно! Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. И, полный негодования и отвращения к своей жизни, он снова вернулся домой. Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посмотрела на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго. Ипполит, прошептала она явственно, сядьте около меня, я должна рассказать вам. Ипполит Матвеевич с недовольствием сел, вглядываясь, похудевшая, усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее, но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горова Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье. Ипполит, повторила теща, помните вы наш гостинный гарнитур? «Какой?» спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям. Тот, обитый английским ситцем, цветочек. «Ах, это в моем доме?» «Да, в Старгороде. Помню. Я-то отлично помню. Диван, двое кресел, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная. А почему вы вспомнили?» Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковый пол, старинный коричневый рояль, овальные черные рамочки с догеротипами сановных родственников на стенах. Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала «В сиденье и стуле я зашила свои бриллианты». Ипполит Матвеевич покосился на старуху. «Какие бриллианты?» спросил он машинально, но тут же спрохватился. «Разве их не отобрала тогда во время обыска милиция?» «Я зашила бриллианты в стул», – упрямо повторила старуха. Ипполит Матвеевич скачил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой, жестянным рефлектором, каменное лицо Клавдия Ивановна понял, что она не бредит. «Ваши бриллианты!» закричал он, пугаясь силой своего голоса, «в стул! Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне?» «Как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери?» «Спокойно и зло», – молвила старуха. Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его шумом рассыпало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть. «Но вы их вынули оттуда?» «Они здесь?» Старуха отрицательно покачала головой. «Я не успела!» «Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать?» «Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и каминой?» «И камином!» «Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь!» – закричал Ипполит Матвеевич полным голосом и уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей. С грохотом отодвинул столик и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича. «Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смирно стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши регалии?» Старуха ничего не ответила. «Хоть отметку, черт возьми, вы сделали на этом стуле?» «Отвечайте!» У делопроизводителя ЗАГСа от злобы свалилась с носа пенсне и, мелькнув у колен, золотой своей дужкой грянулась об пол и распалась на мелкие дребезги. Как засадить в стул бриллиантов на семьдесят тысяч в стул, на котором неизвестно, кто сидит? Но тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тут же упала на стеганное фиолетовое одеяло. Ипполит Матвеевич, поввизгивая от страха, бросился к Агрономше. Умирает, кажется. Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам он ошеломленно забрел в городской сад. И покуда чета агрономов с их прислугой прибирали в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь без пенсне, на скамьи, принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты, а сверкающие под булной кусты принимал за бриллиантовые кущи. В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры, беспрерывно исполняли танго обмана. Представлялась ему московская зима, черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу, и оранжевые, упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Тулузу. Но сейчас же Ипполит Матвеевич облился холодом сомнений. Как же я их найду? Цыганские хоры сразу умолкли. Где эти стулья теперь искать? Их, конечно, растащили из моего дома по всему Старгороду, по всем этим пыльным, вонючим учреждениям, вроде мого ЗАГСа. Ипполит Матвеевич зашагал медленнее, и вдруг споткнулся от тела гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал. «Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов!» сказал он горячо, как бы продолжая начатый давечий разговор. «Гроб? Он работу любит!» «Умерла Клавдия Ивановна», сообщил заказчик. «Ну, царствие небесное!» согласился Безенчук. «Представилась, значит, старушка. Старушки, они всегда представляются. Или Богу душу отдают. Это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, значит, представилась. А, например, которая покрупнее, да похудея, та считается, Богу душу отдает. То есть, как это считается? У кого это считается? У нас и считается, у мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считается, ежели, не дай Бог, помрете, что в ящик сыграли, а который человек торговый, бывший купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят, перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие, когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят. А наш-то, слышали? Хе-хе, дуба дал. Потрясенный этой несколько странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил, ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут? Я человек маленький. Скажут, гикнулся безенчук, а больше ничего не скажут. И строго добавил, мне дуба дать или сыграть в ящик невозможно. У меня комплекция мелкая, а с гробом, как, господин Воробьянинов, неужто так без кистей и глазету ставить будете? Ну, Ипполит Матвеевич снова потонул во слепительных мечтах. Ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и по обыкновению бармача. Луна давно сгинула, было по-зимнему холодно, лужи снова затянуло ломким, как вафля льдом. На улице имени товарища Губернского, куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопонской площади, со звуками опускаемой железной шторы, выехал пожарный обоз. На тощих лошадях пожарные в касках, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами и пели нарочито противными голосами. Нашему братмейстеру слава! Нашему дорогому товарищу насосову слава! На свадьбе у Кольки братмейстерова сына гуляли, равнодушно, сказал Безенчук, и почесал под тулупом грудь. Так неужто так и без глазету, и без всего делать-то, а? Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. Поеду, решил он, найду, а там посмотрим. И в бриллиантовых мечтах даже покойная теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку, черт с тобой, делай глазетовый с кистями, обязательно с кистями. Глава третья Зерцала грешного. Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел рассеянно, глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под исполкомовский автомобиль госномер один. Выбравшись из фиолетового тумана напущенного адской машиной из полкома, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным пологолопом. Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор, свободный от всеночной дни, любил ужинать рано, но сейчас, сняв шляпу и теплую на латине рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть!» Матушка присела на стул и боязливо зашептала «Новое дело!» затеял, опять как с неркой кончится. Неркой звали суку французского бульдога, которую отец Федор с приогромным трудом купил за 40 рублей на рынке в Москве. Отец Федор замыслил свести бульдожку с крутобоким, мордатым, вечно чихающим кабельком секретаря исполкома, а регулярно получаемый от избранной четы приплод отвозить в Москву и с выгодой продавать любителям. При виде собачки попадья ахнула и со всей твердостью заявила, что конского завода не допустит. Сладить, однако, с отцом Федором было невозможно. Катерина Александровна после трехдневной ссоры покорилась и воспитание нерки началось. Еду собаки подавали на трех блюдах. На одном лежали квадратные кусочки вареного мяса, на другом манная кашица, а в третье блюдечко отец Федор накладывал какое-то мерзкое месиво, утверждая, что в нем содержится большой процент фосфору, так необходимого молодой собаки для укрепления костей. От добротной пищи и нежного воспитания нерка расцвела и вошла в необыкновенный для произведения потомства возраст. Отец Федор надзирал за собакой, диспутировал с видными городскими собачьями, скорбя лишь о том, что не может побеседовать с секретарем исполкома, великим, как говорили, знатоком по части собаководства. Наконец, на нерку надели новый щеголеватый ошейник с перьями, напоминающий запястье египетской царицы Клеопатры Екатерина Александровна, взяв с собою три рубля, повела благоухающую невесту к медалисту жениху, принадлежащему секретарю исполкома. Счастливый принц встретил прелестную нерку нежным, далеко слышным лаем. Отец Федор, сидя у окна, с нетерпением поджидал возвращения молодой. В конце улицы появилась упитанная фигура Катерины Александровны. Саженях в тридцати от дома она остановилась, чтобы поговорить с соседкой. Нерка, придерживаемая шнурком, рассеянная, описывала вокруг хозяйки кольца, восьмерки, параболы, изредка принюхиваясь к основанию ближайшей тумбочки. Но уже через минуту хозяйская гордость, обуявшая душу отца Федора, сменилась негодованием, а потом и ужасом из-за угла быстро выкатился большой одноглазый, известный всей улице своей порочностью пес Марсик. Помахав хвост хвостом, лежавшим на спине кренделем, мерзавец подскочил к нерке с явно матримониальными намерениями. Отец Федор от негодования подпрыгнул на стуле. Катерина Александровна, увлеченная беседой, не замечала ничего, происходившего за ее спиной. Востриков ужаснулся и, захватив в сенях палку, выбежал на улицу. Сцена, представшаяся его взору, была полна драматизму. Катерина Александровна бегала вокруг собак, визжа, пшоу, 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 и била Марсика зонтиком по могучей спине. Пес не обращал на побои ни малейшего внимания. Мысли его были далеко. Закричав еще издали страшным голосом, отец Федор бросился спасать свое будущее богатство. Но было уже поздно. Избитый Марсик ускакал на трех ногах. Дома произошла большая семейная сцена. Уснащенная многими тяжелыми подробностями, попадя плакала. Отец Федор сердито молчал, с омерзением поглядывал на оскверненную собаку. Оставалась крохотная надежда на то, что потомство нерки все-таки пойдет по исполкомовской линии. Через положенное время нерка принесла шесть отличных мордатых крутобоких щенят, чисто бульдожьей породы, которых портила одна маленькая подробность. У каждого щенка имелся большой черный пушистый, лежащий на спине кренделем хвост. Вместе с кренделеобразными хвостами рухнула возможность продавать приплод с прибылью. Щенков раздарили, нерку подвергли строгому заточению и снова стали ждать приплода. По ночам, а также утром, днем и вечером под окнами отца Вострикова медленно похаживал порочный Марсик, уставясь единственным нахальным глазом в окна и жалобно подвывая. Несмотря на тюремный режим и новые три рубля, затраченные на секретарского кобеля второе поколение еще больше напоминало бродягу Марсика, один щенок родился даже одноглазым. Успех бродячего пса был совершенно необъясним. Тем не менее, третья серия щенков оказалась вылитыми Марсиками и от визитов к исполкомовскому медалисту заимствовала только кривые породистые лапы. Отец Востриков хотел сгоряча вчинить иск, но так как Марсик не имел хозяина, чинить иск было некому. Так распался конский завод и мечты о верном постоянном доходе. Порывистая душа отца Федора не знала покоя, не знала она его никогда, ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом, Федор Иванович, перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной линии. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город Н и всегда во всех этапах духовной гражданской карьеры отец Федор оставался стяжателем. Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый ведением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самарске заводика. Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор вдруг начинал варить мраморное стирочное мыло, наваривал его пуды, но хотя мыло по его уверению заключало в себе огромный процент жиров, оно не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем другое. Мыло долго потом мокло, разлагалось в сенях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали выгребную яму, прочитав в каком-то журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве, и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжины производителей, и уже через пять месяцев собака нерка и испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города Н оказались чрезвычайно консервативными, и с редким для неорганизованной массы единодушием не покупали у Вострикова ни одного кролика. Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходил по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли жаркое, битки, пожарские котлеты, кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не более 40 животных, в то время как ежемесячный приплод составляет 90 штук. Причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Тогда востриковы решили давать вкусные домашние обеды. Отец Федор весь вечер при лампе писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами «Дешево и вкусно». Пападья наполняла эмалированную мисочку мучным клейстером и отец Федор поздним вечером налепил объявление на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений. Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось семь человек, в том числе делопроизводитель военкома Бендин и заведующий под отделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины Триумфальная арка или заветинских времен, мешавшая по его словам уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось 14 человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно. И отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай. Кооператив Плуки Молот, который был уже заперт три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор общий с двором отца Федора бочку гнилой капусты, которую и свалили выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грузунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил всех двести сорок производителей и весь неподдающийся учету приплод. Ошеломленный отец Федор притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дому Воробьяниного и запершись к удивлению матушки в спальне, все показывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей все его существо. Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Ответа не было, только усилилась пение, попадя отступила от двери и заняла позицию на диване. Через минуту дверь приоткрылась и в щере показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец. Дай мне, мать, ножницы поскорее. Быстро проговорил отец Федор. А ужин как же? Ладно, потом. Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к небольшому стенному овальному зеркалу поцарапанной черной раме. Рядом с зеркалом висела старинная народная картина Зерцала Грешного, печатанная сменной доски и приятно раскрашенная рукою. Отец Федор купил эту картину в последний свой приезд в Москву на Смоленском рынке и очень любил ее. Особо утешило его Зерцала Грешного после неудачи с кроликами. Картинка ясно показывала бренность всего земного. По верхнему ее ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умилетворяющие душу. Сим молитву деем, хам пшеницу сеем, яфет власть имеем, смерть всем владеем. Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Смерть была сделана как бы из протезов и стояла широко растаяв ноги на пустом холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами дело пустое. Сейчас отцу Федору больше понравилась картина «Ефет власть имеет», где тучный богатый человек с бородой сидел в маленьком зальце на троне с полным сознанием своего богатства. Отец Федор улыбнулся и довольно торопливо внимательно, глядя на себя в зеркало, начал постригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели и через пять минут отец Федор убедился, что постригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной. Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и протягивая ей ножницы, раздраженно сказал, помоги мне хоть ты, матушка, никак не могу вот с волосищами своими справиться. Матушка от удивления даже руки назад отвела. Что же ты над собой сделал? вымолвила она наконец. Ничего не сделал, постригаюсь, помоги, пожалуйста, вот здесь как будто скособочилась. Господи, сказала матушка, посягая на локоны отца Федора, неужели, Феденка, ты к обновленцам перейти собрался? Такому направлению разговора отец Федор обрадовался. А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что, не люди? Люди? Конечно, люди, согласилась матушка ядовита. Как же? По юлезионам ходят, алименты платят, ну, и я по юлезионам буду бегать? Бегай, пожалуйста, и буду бегать. Да бегаешься, ты в зеркало на себя посмотри. И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая, черноглазая физиономия с небольшой, дикой бородкой и нелепо длинными усами. Стали постригать усы, доводя их до пропорциональных размеров. дальнейшая еще больше поразила матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз. Никуда не пойду, заявила матушка и заплакала. Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену, изменившимся своим лицом, молол чепуху. Матушка поняла только одно. Отец Федор ни с того ни с сего постригся. Хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает. Не бросаю, твердил отец Федор. Не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может? Не может, говорила попадья. Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно, не умело. Так как никогда этого не делал, попадья, все же очень испугалась и, накинув оренбургский платок, побежала к брату за статской одеждой. Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал, женщинам тоже тяжело и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев, оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного или картонка от папиросной коробки пляж, изображающий трех красавиц, лежавших на усыпанной гальке в Батунском берегу. Сундучок в Остриковых к неудовольствию отца Федора также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни Батунских красоток. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала летопись войны 1914 года. Тут было и взятие перемышля и раздача теплых вещей нижним чинам на позициях, и сам молодецкий казак Кузьма Кручков, первый георгиевский кавалер, выложив на пол лежавшие сверху книги комплект журнала русский паломник за 1903 год толстенную историю раскола и брошюрку «Русский Виталий», на обложке которой отпечатан был курящийся визуи, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый копор женский. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из копора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе 20 золотых десяток, все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора. Он привычным движением руки приподнял полу серенькой рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из коробки 50 рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке оставалось еще 20 рублей. На неделю хватит, решил он. Глава четвертая Муза дальних странствий За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федор в коротеньком чуть ниже колен пальто и сплетенной корзинкой стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка противно его настоянию прибежит на вокзал провожать и тогда палаточник Прусис сидевший в буфете и угощавший пивом фенагента сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом посмотрел на свои открытые взором всех мирян полосатые брюки. Посадка в бесплаткартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры согнувшись под тяжестью мешков бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бегал со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему неправильный билет. И только впущенный наконец в вагон вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел. Паровоз закричал полным голосом и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль, по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды. Интересная штука полоса отчуждения. Самый обыкновенный гражданин, попав в нее, чувствует в себе некоторая хлопотливость некоторую и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо просто в безбилетного забулдыгу, омрачающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров. С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетански называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчас же к нему подскакивают Ермаки Тимофеевичи в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложные, но приятные. Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог. Крутые яйца, вредные для голодка и масолины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножик, с корнем вырванных пассажирами. Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно, через каждые три минуты весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина и бархатный голос докладывают следующий анекдот. умирает старый еврей. Тут жена стоит, дети, а Моня здесь? Еврей спрашивает, еле-еле здесь. А тетя Брана пришла? Пришла. А где бабушка? А я ее не вижу. Вот она стоит, а Исаак? Исаак тут, а дети? Вот все дети. Кто же в лавке остался? С и уже секунду чайники начинают бряцать и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтем соседей и умоляющий крича, а вот мне рассказывали, с трудом завладевает вниманием и начинает. Один еврей приходит домой и ложится спать рядом со своей женой. Друг он слышит, под кроватью кто-то скребется. Еврей опустил под кровать руку и спрашивает, это ты, Джек? А Джек лизнул руку и отвечает, это я. Пассажиры умирают от смеха, темная ночь закрывает поля, из паровозной трубы вылетают вертлявые искры и тонкие семафоры светящихся зеленых очках, шепетильно проносится мимо, глядя поверх поезда. Интересная штука, полоса отчуждения. Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога, везде горит зеленый огонь, путь свободен. Полярный экспресс поднимается к Мурманску, согнувшись и сгорбясь на стрелке с Курского вокзала выскакивает первый Ка, прокладывая путь на Тифлис, дальневосточный курьер огибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану. Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Федора из тихой уездной обители и бросила невесть в какую губернию. Уже и бывший предводитель дворянства, а ныне делает производитель ЗАГСа Ипполит Матвеевич Воробьянинов, потревожен в самом нутре своем и задумал черт знает что такое. Носит людей по стране. Один за 10 тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту, другой в погоне за сокровищами бросает почтово-телеграфное отделение и как школьник бежит на Алдан, а третий так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Солиаса, купленные вместо рубля за 5 копеек. На второй день, после похорон управления которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безинчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой 59 лет, домашней хозяйки беспартийной жительства имевшей в уездном городе Н и родом происходившей из дворян Старогорской губернии. Затем Ипполит Матвеевич испросил себе узаконенный двухнедельный отпуск, получил 41 рубль отпускных и, распрощавшись со служивцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку. Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние друзья называли Липа, стоял за красным лакированным прилавком, окруженный молочными банками с ядом и с нервностью продавал своячницы брендмейстера Крем-Анга против загара веснушек, придает исключительную белизну кожи. Своячница брендмейстера, однако, требовала пудру Рошель золотистого цвету, придает телу ровный, недостижимый в природе загар. Но в аптеке был только крем Анга против загара и борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победилась все-таки Липа, продавшей своячнице брендмейстера губную помаду и клоповар. Прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки. Что вы хотели? Средство для волос? Для ращивания, уничтожения окраски? Какое там ращивание, сказал Ипполит Матвеевич? Для окраски. Для окраски есть замечательное средство Титаник, получено с таможни. Контрабандный товар не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит 3 рубля 12 копеек. Рекомендую как хорошему знакомому. Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон Титаника, со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок. Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы Титаником. По квартире распространилось зловоние. После обеда вонь убавилась. Усы обсохли, слиплись и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом. Но вторично красить уже было некогда. Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки найденный им накануне список драгоценностей, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел в ускоренный номер седьмой поезд и уехал в Старгород. Глава пятая Великий Комбинатор В половине двенадцатого с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный. Дядя! весело кричал он дай десять копеек. Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному. Но тот не отставал. Тогда пешеход остановился и иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал «Может быть тебе дать еще ключ от квартиры где деньги лежат?» Зарвавшийся беспризорным понял всю беспечность своих претензий и отстал. Молодой человек солгал у него у него у него было ни денег ни квартиры где они могли бы лежать ни ключа которым можно было бы квартиру отпереть у него не было даже пальто в в молодой человек вошел в зеленом в талию костюме его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шерфом ноги были в лаковых штеблетах замшевым верхом апельсинового цвета носков под штеблетами не было в руке молодой человек держал астролябию о боядерка тириририм тириририрам запел он подходя к привозному рынку тут для него нашлось много дела он втиснулся в шеренгу продавцов торговавших на развале выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать кому астролябию дешево продается астролябия для делегации жена делов скидка неожиданное предложение долгое время не рождало спроса делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток мимо продавца астролябии уже два раза прошел агент старборозыска но так как астролябия ни в какой мере не подходила на украденную вчера из канцелярии маслоцентра машинку пишущую агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел к обеду астролябия была продана слесарю за три рубля сама меряет сказал молодой человек передавая астролябию покупателю было бы что мерить освободившись от хитрого инструмента веселый молодой человек пообедал столовой уголок вкуса и пошел осматривать город он прошел советскую улицу вышел на красноармейскую бывшая большая пушкинская пересек кооперативную и снова очутился на советской но это была уже не та советская которую он прошел в городе было две советских улицы немало подивившись этому обстоятельству молодой человек очутился на улице ленских событий бывшей денисовской подле красивого двухэтажного особняка номер 28 с вывеской СССР РСФСР дом 2 социального обеспечения старгубстраха молодой человек остановился чтоб прикурить у дворника который сидел на каменной скамеечке при воротах а что отец спросил молодой человек затянувшись невеста у вас в городе есть старик дворник ничуть не удивился кому и кобыла невеста ответил он охотно ввязываясь в разговор больше вопросов не имею быстро проговорил молодой человек и сейчас же задал новый вопрос в таком доме да без невест наших невест возразил дворник давно на том свете с фонарями ищут у нас тут государственная богадельня старухи живут на полном пенсионе понимаю это которые еще до исторического материализма родились уж это верно когда родились тогда и родились а в этом доме что было до исторического материализма когда было да тогда при старом режиме при старом режиме барин мой жил буржуй сам ты буржуй сказано тебе предводитель дворянства пролетарий значит сам ты пролетарий сказано тебе предводитель разговор с умным дворником слабо разбиравшимся в классовой структуре общества продолжался бы еще бог знает сколько времени если бы молодой человек не взялся за дело решительно вот что дедушка молвил он неплохо бы вина выпить но угости на час оба исчезли а когда вернулись назад дворник был уже вереннейшим другом молодого человека так я у тебя переночую говорил новый друг по мне хоть всю жизнь живи раз хороший человек добившись так быстро своей цели гость проворно спустился в дворницкую снял апельсиновые штиблеты и растянулся на скамейке обдумывая план действий на завтра звали молодого человека остап бендер из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность мой папа говорил он был турецко подданный сын турецкого поддана за свою жизнь переменил много занятий живость характера мешавшая ему посвятить себя какому нибудь одному делу постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в старгород без носков без ключа без квартиры и без денег лежа в теплой до вонючести дворницкой остап бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город таская за собой новый чемодан захваченными у дежурной жены ценными вещами а можно было завтра же пойти в стар деткомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной но гениально задуманной картины барышевики пишут письмо Чимберлену по популярной картине художника репина запорожцы пишут письмо султану в случае удачи этот вариант мог бы принести рублей 400 оба варианта были задуманы остапом во время его последнего пребывания в москве вариант с многоженством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета где ясно указывалось что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции вариант номер два родился в голове Бендера когда он по контрамарке обозревал выставку Ахр однако оба проекта имели свои недостатки начать карьеру многоженца без дивного серого в яблоках костюма было невозможно к тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения можно было конечно жениться и в походном зеленом костюме потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных маргарит на выдании но это было бы как говорил Остап низкий сорт нечистая работа с картиной тоже не все обстояло гладко могли встретиться чисто технические затруднения удобно ли будет рисовать товарища Калинина по пахе и белой бурке а товарища Чечерина голым по пояс в случае чего можно конечно нарисовать всех персонажей в обычных костюмах но это уже не то не будет того эффекта произнес Остап вслух тут он заметил что дворник уже давно о чем-то горячо говорит оказывается дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома полицмейстер ему честь отдавал приходишь к нему положим буду говорить на новый год с поздравлениями трешку дает на пасху положим буду говорить еще трешку да положим в день ангела ихнего поздравляешь ну вот одних поздравительных за год рублей так 15 и набежит медаль даже обещался мне представить я говорит хочу чтобы дворник у меня с медалью был так и говорил ты тихон считай себя уже с медалью ну и что дали ты погоди мне говорит дворника без медали не нужно в санкт-петербург поехал за медалью ну первый раз буду говорить не вышло господа чиновники не захотели царь говорит за границу уехал сейчас невозможно приказал мне барин ждать ты говорит тихон жди без медали не будешь а твоего барина что шлепнули неожиданно спросил остап никто не шлепал сам уехал что ему тут было солдатней делать сидеть а теперь медали за дворницкую службу дают дают могу тебе выхлопотать дворник с уважением посмотрел на бендера мне без медали нельзя у меня служба такая куда ж твой барин уехал а кто его знает люди говорили в париж уехал а белой акации цветы эмиграции он значит эмигрант сам ты эмигрант в париж люди говорят уехал а дон под старух забрали их хоть каждый день поздравляй гривенника не получишь эх барин был в этот момент над дверью задергался ржавый звонок дворник кряхтя поплелся к двери открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил на верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов черноусый черноволосый глаза его сияли под пинцне довоенным блеском барин страстно замычал Тихон из Парижа Ипполит Матвеевич смущенный присутствием в дворницкой постороннего голые фиолетовые ступни которого только сейчас увидел из-за края стола смутился и хотел было бежать но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем у нас хотя и не Париж но милости просим к нашему шалашу здравствуй Тихон вынужден был сказать Ипполит Матвеевич я вовсе не из Парижа чего тебе это взбрело в голову но Остап Бендер длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного не дал дворнику и пикнуть отлично сказал он кося глазом вы не из Парижа конечно вы приехали из Калагрива навестить свою покойную бабушку говоря так он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде чем тот понял что случилось а когда опомнился то мог сообразить лишь то что из Парижа приехал барин что его Тихона выставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль тщательно заперев за дворником дверь Бендер обернулся все еще стоящему среди комнаты Воробьянинову и сказал спокойно все в порядке моя фамилия Бендер может слыхали не слышал нервно ответил Ипполит Матвеевич ну да откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера тепло теперь в Париже хороший город у меня там двоюродная сестра замужем недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме что за чепуха воскликнул Ипполит Матвеевич какие платки я приехал не из Парижа а из чудно чудно из Маршанска Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком как Бендер и почувствовал себя плохо ну знаете я пойду сказал он куда же вы пойдете вам некуда торопиться ГПУ к вам само придет Ипполит Матвеевич не нашелся что ответить расстегнул пальто с бархатным воротником и сел на лавку недружелюбно глядя на Бендера я вас не понимаю сказал он упавшим голосом это не страшно сейчас поймете одну минуточку Остап надел на голые ноги апельсиновые штиблеты прошелся по комнате и начал вы через какую границу польскую финляндскую румынскую должно быть дорогое удовольствие один мой знакомый переходил недавно границу он живет в Славуте с нашей стороны а родители его жены с той стороны по семейному делу поссорился он с женой а она из обидчивой фамилии плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям этот знакомый посидел дня 3-1 и видит дело плохо обеда нет в комнате грязно и решил помириться вышел ночью и пошел через границу к тестью тут его пограничники и взяли пришили дело посадили на 6 месяцев а потом исключили из профсоюза теперь говорят жена прибежала назад дура а муж в допре сидит она ему передачу носит а вы тоже через польскую границу переходили честное слово вымолвил иполит матвеевич чувство неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека ставшего на его дороге к бриллиантам честное слово я подданный РСФСР в конце концов я могу показать паспорт при современном развитии печатного дела на западе напечатать советский паспорт это такой пустяк что об этом смешно говорить один мой знакомый доходил до того что печатал даже доллары а вы знаете как трудно подделать американские доллары там бумага с такими знаете ли разноцветными волосками нужно большое знание техники он удачно сплавлял их на московской черной бирже потом оказалось что его дедушка известный валютчик покупал их в Киеве и совершенно разорился потому что доллары были все-таки фальшивые так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать и полит матвеевич рассерженный тем что вместо энергичных поисков бриллиантов он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых все же никак не решался уйти он чувствовал сильную робость при мысли о том что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу что приехал бывший предводитель тогда всему конец а может быть еще и посадят вы все-таки никому не говорите что меня видели просительно сказал и полит матвеевич могут и впрямь подумать что я иммигрант вот вот это когниально прежде всего актив имеется иммигрант вернувшийся в родной город пассив он боится что его заберут в гпу да ведь я же вам тысячу раз говорил что я не иммигрант а кто вы такой зачем вы сюда приехали ну приехал из города н по делу по какому делу ну по личному делу и после этого вы говорите что вы не иммигрант один мой знакомый тоже приехал тут и полит матвеевич доведенный до отчаяния историями о знакомых бендера и видя что его не собьешь с позиции покорился хорошо сказал он я вам все объясню в конце концов без помощника трудно подумал и полит матвеевич а жулик он кажется большой такой может быть полезен